Я как-то вам рассказывал о приготовлении талой воды и рассказал следующее, что берем эмалированную кастрюльку, ну примерно вот такую, примерно наливаем 2 литра воды сюда, воду можно брать из-под храна, замораживаем, и вот когда вода замораживается, то получается так, что вода вытесняет и образуется бугорок. И вот в этом бугороке, я так считаю, что скапливаются все растворенные нечистоты, которые были в воде. Ну в данном случае водопроводная вода, допустим, там может скопиться там что-то с труб, ну какие-то, думаю, это жалчина или еще что-то там такое с водой. Вот это все, что будет расплавлено, она значит выдавится вверх и после того, как мы вынем эту воду, мы увидим этот белеский бугорок, в который, как я считаю, выдавилась вся эта там грязь. Ну просто-напросто ставим под трое воды и вымываем этот белый, может быть это тепленький, включить, чтобы процесс побыстрее был. Далее у нас получается лед чистый, с минимальными примесями, он тает и по мере таяния мы его пьем. То есть кастрюльку ставим при комнатной температуре и вот, допустим, поставили уточка, вынули из холодильника, там растаяло примерно стакан воды, мы выпили. Ага, дальше походили, часика через два, еще там растаяло стакан воды, мы там выпили. И так пока не выпили все. Почему я все это затеял? Поступило сообщение от посетителей канала, которые говорят, что так как вода при замерзании примерно плюс 4 градуса, она становится самая плотная, и значит, вот, как бы сказать, она там оседает, значит, на дно, а более легкая, значит, плотная там выходит, и что, мол, вот такого очищения воды во время замерзания быть не может. Поэтому я делаю вот такой вот опыт. Сейчас набираю 2 литра воды, вставлю в морозилку, утром возьму и посмотрим, что там будет. Так, как я сказал, или же она там вся, грубо говоря, ничего там не будет, вот она так выдумана, вверх, нечистая. Вот я беру водичку и исполняю, и наливаю. И залпает, нет. интересно как она замерзла и здесь значит я заморозил примерно 2 литра воды что у меня образовалась у меня образовалась видите вот такая вот горка в центре этой горки вот он вот такой вот белое белое образование я считаю что это были выдавлены из воды разные там шлаки будем говорить что там там в трубах имелось вот то есть грязь это можно вымыть и дальше использовать вот сейчас мы и вы моем посмотрим что насколько вода растает будет без осадка вот для того чтобы вот эту вот часть вымыть я просто-напросто включаю струю направляю сюда и все и смотрите что получилось интересно из-за того что здесь образуются вот я считаю что шлаки соли она очень быстро умывается то есть получилось вот такая вот вороночка вот она вороночка получилась больше все тут ничего нет еще немножечко вымы все смотрите видите здесь цельный лед смотрите видите здесь цельный лед а вот здесь когда мы вымывали образовалась вот такая воронка вот это я считаю что это здесь была самая грязь выдавленная со всей со всего объема воды так ли это посмотрим после того как вода растает вот это талая вода лед плавает вот это то что растаяло наливаем и пьем это будет талая вода когда льда не будет минут через пять-десять это вода уже не талая смотрю на воду водичка чистенькая и я считаю что вот эту вот середину надо вымывать потому что вот раньше когда я делал не умывая середины у меня остался осадок сейчас вымывая середину мне такого садка нет для примера я заморозил две бутылочки воды стоя и лежа некуда было вытесняться вот этому вот бугорку и смотрите в одной осадок бутылки и теперь посмотрим другой тоже вы видите вот этот осадок вот эти вот хлопья я считаю что это вот грязь которая вытесняется в бугорок вымывается и все вода чисто здесь же просто-напросто лед мы разморозили вот что касается талой воды талую воду пьете тогда когда в ней плавает лед это талая вода и она обладает самыми сильными действиями как только лед растаял это обычная вода